Купил участок, а строить запрещено. Охранная зона. Что это значит и что делать? Такое может случиться с каждым. С вами сегодня буду я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Жмите ваши лайки и мы начинаем. Покупая земельный участок, начиная строительство дома или в процессе других действий, можно столкнуться с таким понятием, как обременение. Это ограничение собственника в его праве использовать или распоряжаться своим земельным участком. Существуют такие ограничения, как ипотека, сервитут, рента, аренда, арест и прочие ограничения. Одним из видов ограничений на использование земельного участка являются зоны с особыми условиями использования территории. Так называемый зоид. Это буферная зона, устанавливаемая в связи с эксплуатацией объектов, в границах которой установлены запреты на совершение определенных действий. Зоид устанавливается в зависимости от вида охраняемого объекта. Согласно статье 105 земельного кодекса. Определено 28 видов зоид. Например, охранные зоны трубопроводов, линии связи, линии электропередач, лэб и т.д. В зависимости от вида зоны устанавливаются соответствующие ограничения на использование земельного участка. Важно! Любая охранная зона предполагает ограничения по использованию участка. Например, охранная зона лэб или газопровода предполагают запрет на строительство зданий и сооружений, а санитарно-защитная зона на строительство объектов жилого использования. Отмечу, что ограничения, которые наложены на земельный участок, подлежат обязательной государственной регистрации в Едином госреестре недвижимости. Следовательно, наложено ли обременение на ваш участок, можно узнать, запросив информацию в Росреестре. Однако, на практике такой порядок работает не во всех случаях. Дело в том, что до вступления в силу в 2018 году поправок земельной и градостроительного кодекса, предусматривающих выдачу разрешения на строительство, только после утверждения ЗУИД, порядок внесения таких зон в сведения ЕГРН в целом носил несистемный характер. В основном считалось, что ЗУИД в отношении построенного объекта существует в силу закона, то есть с момента ввода его в эксплуатацию. Необходимость же внесения его в сведения ЕГРН была вторичной. Соответственно, в выписке ЕГРН на такой участок информация о наличии обременений может попросту отсутствовать. К сожалению, достаточно часто, выясняется это слишком поздно, на стадии подготовки градостроительных документов, когда обнаруживается, что на генеральном плане муниципального образования или иных документов территориального планирования существует или уже утвержден к размещению объекта, границы ЗУИД, которого обременяет ваш земельный участок. В связи с этим, я рекомендую перед покупкой земельного участка, особенно если это крупная покупка, и касается земельных участков, расположенных на межсельных территориях, провести следующую работу. Первое. Прежде всего, произвести обследование земельного участка. Например, обратите внимание на то, где расположена инженерная коммуникация, линия электропередачи или подземный трудопород, которую визуально обнаружить невозможно, но при этом охранная зона возникает. Или, если есть поблизости промышленный объект, очень важно посмотреть прилегающую территорию к земельному участку, так как, например, ширина охранной зоны магистрального трудопровода может достигать более 30 метров от его оси. А, соответственно, существуют риски того, что охранная зона может наложить ограничения на часть вашего участка, даже если промышленный объект и не находится на нем. Второе. Изучите публичную карту Росреестра, на которой отображены сведения о ЗУИТах. Третье. Закажите выписку ЕГРН, в которой в разделе Ограничения должны содержаться сведения об охранных зонах при их наличии. Четвертое. Получите в отделе Управления архитектуры, соответствующую муниципальному образованию, информацию о реализуемых проектах по строительству промышленных объектов, в результате которых могут появиться такие ограничения. Пятое. Изучите на сайте органов местного самоуправления имеющуюся документацию по планировке территории. Проанализируйте правила землепользования и застройки и генеральный план территории. Главная задача – выявить уже существующий ЗУИТ, который накладывает обременение в связи с непосредственной эксплуатацией объекта, а также промышленные объекты, строительство и эксплуатацию которых запланированы и утверждены разрешительными документами. В случае выявления факта наличия ЗУИТ, важно разобраться, насколько существующие ограничения влияют на целевое использование вашего земельного участка. Сейчас в Росреестре можно заказать выписку из ЭГРН о зоне с особыми условиями используемой территории, которая необходима при выделении земельных участков по строительству, для того, чтобы избежать градостроительных ошибок. Например, охранная зона волокооптической линии связи, ширина которой действует в пределах двух метров в каждую сторону от его оси, ограничивает возможность высадки сельскохозяйственных культур на глубину более 30 см. Это значит, что если вы планируете высаживать сельскохозяйственные культуры глубиной до 30 метров, то имеющиеся ограничения для вас не критичны и не повлияют на использование земельного участка по назначению. Также отмечу, что в отдельных случаях, если ЗУИТ не позволяет использовать ваш земельный участок по назначению, то собственника объекта недвижимости, в связи с эксплуатацией которого установлен ЗУИТ, можно заискать убытки. Для того, чтобы понять, можно ли строить дом в охранной зоне, вам необходимо знать, какая именно зона проходит через ваш участок. И после этого посмотреть правила установления данной охранной зоны, в которой содержатся все ограничения и обременения. Но как же быть, когда участки были выделены гораздо раньше, и люди законно живут и строятся на этой земле? Итак, если охранная зона появилась после строительства домов, то к собственникам не может быть предъявлено никаких требований. Кроме этого, суды не имеют права признавать дома незаконными самовольными строениями, в случае, если владелец участка не мог знать, что в отношении его земельного участка действуют какие-то ограничения. Пересылайте это видео своим знакомым, буду рад вашим лайкам и подписке на канал. До новых встреч, друзья! Пока-пока!